Всем привет! Merry Christmas! Сегодня 25 декабря, а это значит, что в Австралии, как и в других католических странах, празднуют Рождество. Как проходит празднование Рождества в Австралии, а также что происходит на улицах 25 декабря, обо всем этом в сегодняшнем видео. Я стою сейчас напротив такой небольшой инсталляции, типа домика магазина Woolworths, были какие-то перед Рождеством, был, по-моему, даже Санта, здесь какие-то проходили как бы мероприятия. Но мы сейчас пройдемся, я вам покажу, что вообще здесь происходит, то есть 25 декабря. Что такое 25 декабря? Рождество, и это значит, что все-все закрыто, абсолютно все. Сейчас я вам покажу, вот это магазин Woolworths, огромный магазин продуктовый, ну такой, да, продуктовый, самая крупная сеть Woolworths, еще есть Coles. Так вот, Woolworths, вот он идет закрыт, сейчас я покажу поближе, вот совершенно все закрыто. 25 декабря. То есть, да, если вы в Австралии 25 декабря, будьте уверены, что у вас дома есть продукты в холодильнике, есть все необходимое, потому что 25 декабря, скорее всего, вы ничего купить не сможете. Единственное, у нас был открыт кофешоп, утром мы смогли купить кофе, и это прям суперудивительно, потому что обычно вообще все закрыто 25 декабря. Вот, ну собственно, что такое 25 декабря в Австралии, да, это Рождество, Рождество здесь празднуют намного более серьезно, чем Новый год. То есть, по сути, можно сказать, что вот как мы празднуем Новый год, для нас это такой большой день, большой праздник, да, 31 декабря и 1 января у нас тоже все обычно закрыто. Здесь то же самое, только с Рождеством. 24 декабря вечером празднуют Рождество, ну и вечером, и 25 днем празднуют, и 25 обычно все-все-все закрыто, ничего не работает. Мы так один раз попали, по-моему, это первый раз, когда я была в Австралии, еще как турист просто приехала. Мы поехали, значит, в путешествие в Байрон-бэй, это в сторону Куинзланда. Мы приехали в один из городков, по-моему, это был Нью-Кастл, или, может быть, что-то чуть повыше. В общем, такой небольшой город, а в Австралии, в принципе, когда путешествуешь, обычно везде есть магазины, да, везде есть вот эти же Вулварс Коулс, одни и те же магазины примерно, примерно там одни и те же места, где можно поесть, попить. И в целом получается, что, как бы, когда ты путешествуешь, это довольно комфортно в любом городе, небольшом, самом маленьком, ты можешь всегда остановиться, там, поесть, перекусить. Ну так вот, мы, значит, поехали, и 25 декабря мы проснулись, хотели позавтракать, все закрыто. Потом поведать. У нас, конечно, была с собой еда там какая-то, но в основном это что, да, какая там еда, может быть, что-то для сэндвича, и там чипсы, там печенье, я не знаю, что-то такое, крекеры, конечно, это не та еда, что ты можешь там поесть. Но мы перекусили утром, перекусили в обед, и вечером мы все, мы просто так надеялись, что мы, может быть, хоть что-то найдем, ну, хоть какой-то Макдональдс, KFC, там, просто хотелось такой теплой еды, теплой, горячей еды. Ничего мы не нашли, было закрыто абсолютно все. Даже заправки, например, да, там на заправках иногда могут продавать какие-то сэндвичи, что-то еще такое. Было закрыто абсолютно все. Вот, поэтому с того еще момента, это мой был первый визит в Австралию, я знаю, что 25-го закрыто все, продукты нужно покупать заранее, все заранее. Вчера у нас вот в этом Вулварсе была очередь даже, на улице стояла, но это еще связано с тем, что у нас сейчас карантин, да, и на входе стоит QR-код, который нужно сосканировать. Вот, но факт в том, что вчера, да, перед праздником была большая очередь, ну, очередь вот из-за QR-кода образовалась, но, тем не менее, людей было много. Поэтому мы это знаем, мы уже позавчера накупили там продукты, что нам нужно на сегодня и на завтра. Как отмечают Рождество в Австралии? Мы, вот, значит, сегодня, это мое третье Рождество в Австралии, уже когда я здесь живу, первые два года мы были в гостях на Рождество, всегда рождественский ужин, 24 декабря мы ездили в гости к нашим австралийским друзьям. Вот могу рассказать на примере их, да, как люди празднуют Рождество в Австралии. Это семья, значит, на ужин они приглашают, да, там, более старшее поколение, допустим, ну, то есть, это такой семейный ужин. В общем, честно говоря, по полной программе мне это абсолютно сильно напомнило наш Новый год, когда там, особенно в детстве, я помню, мои родители, мы собирались, приезжали бабушка, дедушка, елка, после ужина открывают все подарки, ну, в общем, примерно такая же история здесь, только с Рождеством, как вот наш Новый год. Подарки, да, то есть, подарки тоже, вот, что я тут заметила, в основном люди не дарят какие-то, то есть, мы вот были, да, там, на семейных ужинах, да, когда я видела там, кто кому какие подарки дарит, все открывают потом подарки после ужина, в принципе, нет такого, чтобы люди дарили какие-то очень дорогие подарки. Какое-то есть такое внегласное правило, например, что, ну, какая-то такая адекватная сумма, ну, обычно, мне кажется, это там в пределах 50 долларов, подарками так обмениваются. Ну, что касается семейного, да, такого празднования, например, на работе, вот у моего мужа, да, там было так, что вот это тайный Санта, да, такая игра, когда там все покупают подарки, потом обмениваются, обычно называют, например, какую-то максимальную сумму, там, типа, 30 долларов, например, и все покупают какие-то подарки в этих пределах. Мне кажется, это так практично, во-первых, а во-вторых, мне кажется, это еще связано с тем, как вот австралийцы не любят, очень не любят кого-то ставить в неловкое положение, они вот настолько в их менталитете, то есть не заставить тебя как-то почувствовать неловко, и мне кажется, это такая хорошая, кстати, ну, хорошее, да, такое правило, типа, чтобы человек там не почувствовал себя, да, как-то неловко, чтобы не получилось так, что там, не знаю, ты там пришел с каким-то супердорогим подарком, да, в ответе человек дарит подарок там за 20 долларов, вот, мне кажется, это с этим как-то тоже связано, то есть есть какие-то такие правила внегласные, можно сказать, да, что какая-то примерно там одинаковая сумма там на подарок тратится. Что дарят? Вот из того, что я видела, ну, в принципе, наверное, примерно плюс-минус, как там и у нас это принято, дарят что-то такое, в основном они любят дарить что-то такое, что можно как-то применить, то есть там, это может быть, ну, наверное, в принципе, примерно там, как у нас, может быть, какой-то косметический набор, когда в Австралии очень популярный подарок, очень хороший подарок, это, например, какой-то классный крем для загара от солнца, потому что здесь без этого вообще никуда, поэтому это так практично и, в общем-то, хороший подарок. Ну, какие-то такие там, что-то для кухни, что-то кому-то, ну, я так заметила тоже, что австралийцы любят делать такие подарки, не простые, да, не очень там дорогие какие-то, ну, чтобы было понятно, что этот подарок предназначен лично для тебя, что вот именно, например, там, не знаю, человек обожает делать барбекю, значит, ему там подарят что-то для барбекю, например, да, ну, чтобы это был как бы какой-то вот такой знак внимания, да, что человек как бы подумал о том, что тебе подарить, и подарил то, что тебе именно нравится. Ну, в этом году локдаун, поэтому в этом году мы не поехали в гости, хотя вот на наших пляжах разрешили на Рождество все-таки собираться там до 10 человек, потому что вот эти случаи, которые обнаружили это на другом пляже, и наши северные пляжи, их как бы поделили на две части, но, тем не менее, мы все равно решили, что, несмотря на то, что, ну, как бы, мы решили, в общем, что не стоит того, риск того не стоит, вирус где-то здесь заходит, возможно, есть какие-то еще, появляются все равно каждый день, хотя тестируют очень-очень много людей, и там буквально 10 всего случаев в день появляется, но появляется, значит, все равно риск какой-то остается. Мы решили не поехать, поэтому мы остались дома, мы вчера сами приготовили ужин, сегодня будем готовить рождественский обед, у нас такое будет Рождество в узком семейном кругу, стеди, первое Рождество в жизни. Кстати, мы не успели купить в этом году Christmas три, у нас нет елки, тоже очень обидно, конечно, но почему так получилось, потому что мы, когда переезжали, мы переезжали в ноябре, и мы, когда переезжали, мы выбросили нашу старую елку искусственную, я очень хотела вообще настоящую елку в этом году, и как бы, ну, та уже как бы была ей несколько лет, уже не такая она пышная, как там в первый раз, когда ты ее устанавливаешь, мы ее выбросили, вот, и мы сюда переехали, значит, в первые, по-моему, выходные декабря мы случайно ехали на Менли, и увидели уголок, где продают елки. Это был обед, они как раз закрывались уже, были классные, хорошие елки живые, ну, мы подумали, что, ну, что-то мы пока не планировали, давай еще подумаем, и в следующие выходные купим. Мы поехали в следующие выходные рано утром туда, и там уже не было елок, и вообще елки больше нигде не продавали, то есть вот были одни выходные, не знаю, может быть, это были не первые, может быть, это уже последние были выходные, но это было вот начало декабря, это были первые выходные декабря. Вот, на вторые выходные декабря, да, елок уже не было вообще нигде. Вот, таким образом мы остались без елки. Вот, искусственную мы уже думали, можно все-таки подедем, ну, хорошую новую купим искусственную, но образовался локдаун, да, вы знаете, я рассказывала, да, уже в своем предыдущем видео, что у нас закрыли на локдаун, теперь с северных пляжей никуда выехать нельзя. В общем, таким образом мы остались без елки в этом году. Наверное, это еще связано все-таки с нашим переездом, то, что пока мы переезжали, немножко было не до елки, не получилось этим заняться заранее. Хотя здесь начинают в конце ноября уже все украшать, то есть я была в городе в конце ноября уже во всех торговых центрах, крупных магазинах уже стоят большие крупные елки и все так здорово и красиво. Конечно, нам нужно было тоже начать пораньше, но в этом году, в общем, в новой квартире, но без елки. В следующем году, надеюсь, будем с елкой. Кстати, меня еще часто спрашивают, каково вот это вот Рождество, Новый год. Даже вот местные австралийцы спрашивают, каково это, когда ты привык как бы всегда, что это в холоде, со снегом. Каково это, наверное, совсем по-другому, типа, встречать там Рождество, Новый год в теплой стране. Честно скажу, да, наверное, там первый год, я уже не помню, просто было немного непривычно, но вообще мне настолько как бы вообще эта погода, климат австралийский, он настолько мне нравится, настолько мне подходит, я настолько счастлива, что тепло, я настолько не очень люблю холод, вот, что мне как-то вот уже настолько привычно, мне кажется уже это абсолютно нормально. Сегодня утром я была на пляже, например, это вот всегда первый год, когда я это видела, меня это удивляло немножко, сейчас это уже привычно, приходишь на пляж, люди вот в этих красных шапочках Санты, сначала это кажется, да, реально как-то странно, сейчас говорю, вот я уже привыкла, мне кажется, что это вообще абсолютно нормально, вот, так что да, в общем-то не могу сказать, что меня это как-то, пойду в другую сторону, а то ветер дует, не могу сказать, что меня это как-то смущает, мне вообще абсолютно это нравится, мне кажется, вот уже сейчас там третье, да, там четвёртое рождество здесь, мне кажется, что это вообще абсолютно нормально, рождество, здесь, то есть ничего, здесь все абсолютно так же, как в Москве, так же, как в Европе, да, ставят все ёлки, всё наряжают, у людей на балконах гирлянды, говорю, это начинается уже с конца ноября так что да здесь очень любят рождество здесь очень любят сонаряжать украшать абсолютно ты чувствуешь это вот настроение рождества нового года у меня вот диссонансы с тем что здесь тепло честно говоря нету вот что же хотел сказать это рождество как празднуют новый год но тоже собираются иногда до основном на новый год здесь всегда есть фейерверк то есть салют в центре города его можно смотреть из разных мест разных площадей люди там собираются мы так делали в прошлом году но в этом году lockdown и вроде как даже фейерверка не будет к сожалению вот наверное это все что я хотела сегодня рассказать всех моих подписчиков католиков обязательно с рождеством и не только католиков я вообще поняла что ну когда если ты живешь например в австралии то для тебя уже рождество какая разница там католическая но не католическая но для тебя это уже тоже праздник потому что ты здесь живешь все празднуют и ты тоже как бы к этому присоединяешься поэтому всех австралийских друзей не австралийцев по национальности а тех кто живет в австралии тех кто живет в других может католических странах которые празднуют рождество в общем всех всех с рождеством желаю вам merry christmas хорошего настроения приятного наступающего нового года и если вдруг вы еще не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления о моих новых видео всем спасибо за просмотр и всем пока